Всем здравствуйте! Начинается программа «Утро на Болткоме». Как обычно, её проведут для вас Олег Пек и Александр Шунин. Доброе утро! Доброе утро! Всем хорошего, вкусного завтрака, крепкого кофе и одевайтесь как-то так, соответственно, на погоде, потому что на улице метет метель. Если ещё не успели выглянуть в окно, наверняка все уже успели выглянуть в окно. А если успели выглянуть, а наверняка все уже успели, как ты справедливо заметил, то не грех и отметить день любителей поспать. Такой сегодня отмечается на свете. Состояние зимней спячки характерно для многих животных, особенно грызунов. Там хомяки всякие, ёжики, барсуки и суслики. И, конечно же, люди. Кстати, сегодня Катеринин день и не рекомендуется в этот день танцевать, громко петь, организовывать шумные вечеринки. Так что тихонечко сидим. Лучше подремать. Вот послушать «Утро на Болткоме» и можно опять в лёжку в спячку. Отмечается день украинского платка, кстати, если мы говорим про Украину. И в 1986 году чемпионом СССР в 12-й раз стали футболисты киевского «Динамо». Мы так мягко подходим к киевскому времени. А раз мы подходим к киевскому времени, то я тогда упомяну ещё один праздник, который сегодня на Украине. День местного самоуправления. 7 декабря 1990 года. Верховная Рада Украины приняла закон о местном самоуправлении. Ну и, наверное, наша постоянная рубрика. Мы живём рядом, но хорошо ли мы знаем друг друга? По будням на Радио Болтком слушайте программу «Киевское время» об истории, культуре, современной жизни Украины, о героях прошлого и настоящего. «Киевское время» на Радио Болтком. И сегодня в нашем киевском времени очень интересный гость. Мы поговорим о книге, которая называется «Храм Грома Господня». Сразу проанонсируем, что 8 декабря в книжном кафе «Полярис» в 18 часов можно будет и приобрести эту книгу с автографом, узнать много нового. Но вот сегодня мы как бы затравку, может быть, этой такой большой беседы... И отметим, что 8 декабря – это завтра. Да, вообще-то это завтра. Прямо завтра, прям готовимся к завтрашней встрече. В нашей студии член правления Украинского фонда культуры Александр Лагвиненко. Здравствуйте, Александр, доброе утро. Доброе утро, доброе утро вам, доброе утро всем слушателям, которые сейчас вольно-невольно слушают наш, так сказать, обмен мнениями. Вначале я бы хотел каждому пожелать исполнения на сегодня всех задуманных и запланированных планов, несмотря на то, что, может быть, это громадье планов, ну а также настроение, здоровье, несмотря на погоду, вот, и такого подготовки к тем или иным праздничным дням, которые у нас в этом декабре будет достаточно. Спасибо. Спасибо большое. И вот теперь, может быть, о книге несколько слов. Действительно, ведь эта книга, которая издавалась, кстати, и в Киеве на украинском языке, была специально, знаете, уже четвёртое издание с множеством иллюстраций. Вот, может быть, давайте начнём наш разговор. Почему именно эта книга? Чем она интересна, поскольку понятно, что каждый год издаётся огромное количество литературы? Чем она выделяется в этом ряду? Почему на неё стоит обратить внимание? Ну, я бы начал с того, что сказал бы, что сегодня у нас 7 декабря 2022 года. 2022 года от Рождества Христова. Мы вольно-невольно живём в том времени, которое началось с эры прихода к нам, Иисуса Христа, и недаром, что у нас скоро будут одни праздники, потом другие. Сегодня, 7 декабря, это ровно через месяц будет Рождество Христово по старому стилю, по новому стилю Рождество отмечается 25 декабря. А книга, о которой мы сейчас говорим, книга, которая завтра в торговом центре Домина Шоппинг и в кафе Полярис будет представлена, будет более детально о ней рассказана. Да, эта книга как раз вот о том необычном, необычайнейшем месте, которое есть у нас на нашей планете. Я имею в виду город Иерусалим. Именно в этом городе родилось то, что мы называем христианской религией. И в этом месте, в далёком-далёком, так сказать, прошлом, было такое неприятное событие, как казнь Иисуса Христа. Многие знают, что это произошло на горе Голгофе, казнь была распятен. Так вот, через 300 лет после казни над этим местом было построено первое здание громадного храма. И сегодня все знают этот храм под названием «Храм Гроба Господня». Можно показать, да, у нас поскольку тоже идёт трансляция, трансляция эту книгу. Да, это вот экземпляр книги, которая у меня есть с собой. Значит, это храм, как я сказал, под названием «Храм Гроба Господня». Ему в настоящее время порядка 17 веков. Именно под крышами этого храма и находится сегодня Голгоф. Под крышами этого храма находится камень помазания, куда было положено и завёрнуто в саван усопшее тело Иисуса Христа. Там же находится склеп или гробница, или гроб Господень, куда было затем помещено тело. Вот, и это место, где как раз Иисус Христос воскрес. Для каждого христианина этот храм является самым главным храмом. Это самый главный храм действительно для всех христианских конфессий. Католиков, протестантов, старообрядцев, православных, армянской церкви, польской церкви, латышской церкви, китайской церкви. Для всех, а в мире насчитывается порядка 40 христианских конфессий. Для всех для них храм гроба Господня является главным. Ну, а тот человек, который, может быть, не часто слышит такое название, или, может быть, сейчас для него это небольшое такое открытие или новость, я скажу так, что обычно перед так называемой православной Пасхой показывает, как люди ходят со свечами, как зажигается так называемый благодатный огонь, как показывает, что он не обжигает. Так вот, это всё находится внутри этого громадного храма, храма гроба Господня. Храм гроба Господня – это необычайнейшее сооружение в том смысле, что за 17 веков были различные, сменялись династии, империи, приходили мамилюки, приходили мусульманские завоеватели, затем Османская империя, потом эта территория относилась к Великобритании. Сейчас, все мы знаем, это Израиль, куда часто люди ездят, это государство Израиль, возникшее в 1948 году, но все правители за все эти 17 веков всегда достаточно положительно, достаточно уважительно относились к этому месту, потому что это не только фундамент христианской религии, но это большое историческое место, потому что именно отсюда мы ведём отчёт нашей эры. Значит, не зря у нас на часах 12 часов – это чёткая параллель с 12 апостолами Христа. Значит, христианство распространилось и распространяется благодаря Евангелиям, а их четыре Евангелия – это на все четыре стороны света расходятся люди. Поэтому вольно-невольно идеи, озвученные 2000 лет назад Иисусом Христом, они существуют в жизни каждого человека, независимо от того, насколько он глубоко воспринимает это, или поверхностно каждое утро открывает свой там или блокнот, или смартфон, и он сразу видит, что он живёт в таком-то году, например, в 2022-м, от Рождества Христова. Можно добавить, что и разрушение этого храма Гроба Господня послужило поводом для крестовых походов. А, собственно, мать императора Константина Елена была как раз-таки вот тем человеком, который здесь проводил исследования, вот по-нашему, говоря, выражаясь современным языком, она приехала на эти места и стала искать вот место казни Иисуса Христа. И вот я понимаю, что у вас здесь и панорамные, ведь есть совершенно потрясающие фотографии, которые вы делали. Около десяти лет назад я третий раз приехал на Святую Землю и третий раз зашёл в храм Гроба Господня. И каждый раз из этих трёх я пытался найти брошюрку или книгу о храме Гроба Господня. Потому что многие люди путешествуют, бывают в тех или иных городах, странах, ну, допустим, я был в Париже, купил книжечку на русском языке о главном музее Луврии, также купил книжечку в Париже о храме Александра Невского. Потому что мне интересно, да и любому, наверное, человеку интересно что-то привести на память себе от того места, где он бывал. Так вот, бывая в Иерусалиме, первый, второй, третий раз, я такой книжечки в этом месте на русском языке не нашёл. А там практически лабиринт, ведь я был, а вот сориентироваться очень сложно, если нету вот какого-то, ну, человека, который тебя проведёт и объяснит, где что. Именно так. Очень тяжело, но большинство людей приезжают туда первый раз, они идут или с каким-то экскурсоводом, или с какими-то друзьями, товарищей, которые, да, в этих улочках, настроенных старого города, разобраться невозможно. Можно только повторить судьбу героев из бриллиантовой руки, когда он вдруг случайно пошёл не туда, куда надо, и всё, и... И заблудился. И заблудился, да, и чуть не опознал. Так же здесь, да, безусловно, что улочки старого города Иерусалима – это такой громадный лабиринт. То есть всё это включено в вашу книгу, да, и карта, в общем-то, самого храма, и близлежащих окрестностей, QR-коды даже – это современная книга путеводителей, прямо 21 век воплощённая. То есть можно посмотреть и видео благодаря этой книге. Да, это так. И вот 10 лет назад, столкнувшись с тем, что нет такой книги на русском языке, я подумал, что у меня есть возможность, у меня есть желание исправить это так называемое «белое пятно». И с того момента на протяжении 10 лет я занимаюсь этой темой, я занимаюсь только темой храма Гроба Господня. Это громаднейшая тема, она интересна, мне она составляет смысл моего, так скажем, ежедневного существования. И книга, которая будет представлена завтра, это четвёртое издание. Первое издание вышло в Киеве в 2015 году, затем в 2016 году был повтор издания уже украинской мовою, а переводы осуществляла профессура Киевской Духовной Академии, несмотря на то, что книга не богословская, не религиозная, но тем не менее она касается этих важных тем, и поэтому перевод был, так сказать, и поручен людям, достаточно хорошо разбирающимся в этих темах. Далее в 2018 году было третье издание в Москве, и сегодня вот четвёртое издание, оно тоже вышло в Москве в марте 2022 года. Издание с большим количеством фотографий, порядка где-то 100 фотографий, из них 95% это мои фотографии, может, иначе быть не может, учитывая сегодняшние требования авторского права. В книге я касаюсь примерно 110 различных исторических личностей, всё это на 192 страницах изложено, показано, и в первую очередь здесь фотографии играют роль, а не тексты. Тексты дополняют фотографии, а не комментируют фотографии, потому что всё-таки здесь важно увидеть собственными глазами, чем это место отличается от многих-многих иных. В заключение у нас время выходит, но вы сказали, что хочется из каждого места что-то привезти. Что вы с собой из Риги возьмёте? Ну, я из Риги возьму, может быть, такой, знаете, примитивный, примитивный ответ будет. Ну, в первую очередь, конечно, рижский бальзам, тем более зима, вот. И есть некоторый консерватизм, вот, есть желание вспомнить то, что вот грело душу, греет тело, поэтому вот это будет так. Ну, а в первую очередь, главное, это душевность местных людей, отношения людей. Это та атмосфера, которая всех нас объединяет, в том числе, я надеюсь, что книга, которую люди будут видеть, читать, смотреть, она точно так же раздвинет вот эти рамки общения, рамки возможного сближения, благодаря тем далёким, далёким относительно историческим моментам, которые с помощью фотографии, с помощью книги, человек может увидеть, объять, понять и... И понять. И понять, и поделиться. Потому что это действительно опыт практически, я понимаю, поездок 29, по-моему, да, получается там, или 20. Ну, я вообще чуть-чуть сбился уже, да, это больше 20, да. Когда ты едешь второй раз, да, ой, второй раз, ух, третий раз, а когда это уже больше 20, да. Теряется счёт. Ну, почему? Потому что выверять каждую страницу, каждую деталь, или правильно сделанную фотографию, требует время, это требует некоторых повторов, а кроме того, да, для меня удовольствие поехать ещё раз и ещё раз в Иерусалим, прикоснуться к этим историческим моментам, которые невольно проходят через судьбу почти каждого человека. Ну, надеемся, что и в Риге вы тоже ещё не раз появитесь, приедете к нам в гости. Член правления Украинского фонда культуры Александр Ледвиненко был с нами в студии. Мы говорили о книге Александра «Храм Гроба Господня». Официальная презентация, которая и встреча с автором состоится завтра в доминошопинг в книжном магазине «Полярис» 8 декабря в 18 часов. Спасибо огромное, Александр. Удачи, до свидания. Благодарю. И удачи вам и слушателям. Спасибо. И слушайте радиоболтком.